Алла Пугачёва обнародовала своё завещание. В списке наследников два имени. Дочь Кристина Арбакайта и старший из трёх внуков Никита Пресняков. В документе написано, что всё принадлежащее певице при жизни после её ухода будет разделено между дочерью и старшим внуком. Четвёртый супруг Примадонны Михаил Галкин пропущен в завещании. Он не раз говорил, что ему нужна только любовь звезды шоу-бизнеса. Многие эксперты высказали позицию, что если данные верны и Алла Борисовна не лукавит, то это ещё одно подтверждение фиктивности брака. Откуда вытыкает, что Лиза и Гарри не являются детьми Примадонны? Многие врачи не раз заявляли, что Алла Борисовна никак не может являться их биологической матерью. Эксперты уверены, что Пугачёва является прямым родственником этих детей. Просто клетки были взяты у Кристины Арбакайте, соответственно Пугачёва является их бабушкой. Тогда всё становится на свои места и смысл завещания понятен. Пугачёва передаёт своё имущество биологической матери, то есть Кристине Арбакайте, которая и произведёт справедливый раздел между внуками. Многие могут подумать, что Максим обделён, но это совсем не так. Просто имущество, приобретённое им, было сразу оформлено на него, поэтому завещание для него никакой роли не играет. Ему, конечно, важно, чтобы Кристина, которая является биологической матерью его детей, не обделила их. Но, наверное, этот вопрос никакого сомнения у него не вызывает. Поэтому не стоит волноваться за Лизу и Гарри.